Во времена правления Диоклетиана жил воин Георгий. Он сделал блестящую военную карьеру и был любимцем императора, да и Георгий почитал своего талантливого правителя. Но когда Диоклетиан вынес бесчеловечный приговор об истреблении христиан, Георгий не смог разделить взглядов своего императора. И вдруг, проникнувшись состраданием к христианам, он открыто объявил Диоклетиану и себя христианином и обличил императора в жестокости и несправедливости. Конечно же, понимал Георгий, что последует за этим неминуемая кара, но приготовился стойко выдержать все мучения, кое обрушит на него разгневанный Диоклетиан. Жестокости мучителей не было предела. Но все стойко выдержал Георгий, громко прославляя Господа Иисуса Христа. Осознав, что никакие муки не заставят Георгий отречься от Бога, Диоклетиан казнил святого, отрубив ему голову. А где-то в окрестностях города, где когда-то родился святой Георгий, в озере жил большой змей, который пожирал людей. И суеверные жители приносили дань страшному змею в виде молодых юношей и девушек, чтобы остальных он не трогал. И вот настал черед принести в жертву дочь правителя. Оставили ее на берегу озера. И когда страшная тварь распахнула свою пасть, чтобы проглотить юную деву, явился как будто ниоткуда светлый юноша на белом коне. И пронзил копьем чудище, тем самым освободив от страшной участи девушку и весь ее народ. Это был святой Георгий. Такой он изображен и на иконах, как оказывающий людям чудодейственную помощь во время смертельной опасности. За это его и называют Победоносцем. 6 мая. День памяти святого великомученика Георгия Победоносца. 7 мая. День памяти святого великова. Продолжение следует...